Вы за счет продвижения своего опыта и умений будете своих подписчиков привлекать. Ну а у клиентов парка из моды появится еще один элемент, который будет в точке продвижения на эту локацию. Советы начинающим предпринимателям от мастодонтов регионального бизнеса на вес золота. Участники фабрики «Бизнес-идеи» несколько месяцев боролись за право стать победителем проекта. Маргарита – мама двойняшек. И здесь она с проектом торговли медом. Говорит, благодаря конкурсу, наконец, вышла из зоны комфорта. Я занималась с детьми, все было размеренно, так здорово. А тут тренинги, постоянное обучение, дальше у нас съемки, испытания. То на гвоздях постоять, то на двухметровую высоту забраться с альпинистским снаряжением. Но это было очень интересно, это очень круто, драйвово. В этом году конкурс стартовал в формате реалити-шоу. Словами организаторов, погружение полное. Это не какие-то серьезные бизнес-проекты на данном этапе. Это, конечно, в большинстве своем, это пробы пиратов, так скажем. Это бизнес-идеи, которые они в минимальной реализации сейчас готовы предложить рынку. Сработает она, не сработает, будет зависеть от многих факторов очень. Но мы надеемся, что с помощью нашей поддержки, с помощью менторского сопровождения, с помощью тех учебных программ и консультаций, которые мы предлагаем, у них большая шанс на жизнеспособность будет. К слову, на отчетном этапе участники уже нашли точки интереса с крупными бизнес-партнерами. Это дарит большой шанс реализовать идею и сделать бизнес конкурентоспособным. К слову, Маргарита с помощью проекта уже нашла первых заказчиков и сразу зарубежных. Ее мед отправится в Арабские Эмираты. Кто же победитель, пока держит в секрете. Но главный приз известен. 120 тысяч рублей для воплощения идеи в жизнь. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok